Здравствуйте, дорогие соотечественники! Как-то вспоминается такая удивительная история. Одного очень крупного и очень удачливого американского бизнесмена пригласили в Гарвард. Гарвард, цитадель образованности, американского эстаблишмента, выходцы из Гарварда заполонили и Белый дом, и Госдепартамент в области экономики, политики. Короче, элита. И вот пригласили этого практика в Гарвард прочитать лекцию о бизнесе. И первый вопрос, который он задал вот этой мудрейшей и святейшей аудитории, был следующий. В чем заключается цель бизнеса? Ну, народ так глянуло, что за вопрос. Ясное дело, make money, делать деньги, сказал наш мудрый бизнесмен. Цель бизнеса заключается в doing business, то есть делать дело. Все остальное приложится потом. И вот в связи с этим вспоминается еще одна такая то ли притча, то ли такая сказулька, которая говорит вот о чем. Что если ты хочешь, чтобы бизнес процветал, чтобы он тебе рожал рабочие места, чтобы он бюджет пополнял, чтобы жизнь в стране налаживалась и страна двигалась успешно в будущее, то, ну вот, как, скажем, корове, бизнесу нужны дешевые кредиты, нужна безопасность, нужна забота, нужно даже тепло со стороны правительства и соответствующих организаций. И когда этого не происходит, то нечего удивляться, что люди голосуют ногами и покидают свою родину. И те, которые там зарабатывают чего-либо за границей, теряют всякую надежду открыть здесь новый свой какой-то малый, там, какой-то частный индивидуальный бизнес по очень простой причине. Они чувствуют, что их здесь не ждут, им здесь не место. И вот, как сделать так, чтобы тот огромный потенциал творческий, который есть у нашего многонационального народа, все те умы, которые почему-то очень хорошо себя за границей проявляют, у себя дома проявиться не могут. И вот, для того, чтобы понять, что с нами происходит, надо спросить у тех, кому удается вот этот доинг-бизнес, делать рабочие места, пополнять бюджет и все прочее, тем редким, исключительным людям, которые не через политику, не через черный вход, а благодаря своему таланту, умению, опыту, порядочности, потому что без этого бизнес не делается, мы пригласили в гости к нам очень интересного человека, очень порядочного, глубокомысленного, человека, мыслящего очень глубоко и, на мой взгляд, очень правильно, потому что я слушал многие его выступления и во многом с ним согласен, Игоря Крапивку, председатель клуба деловых людей, Тимпл, время, помните знаменитая, the time is money, время это деньги, но он имеет свое особое мнение насчет этой поговорки. Итак, Игорь Крапивка, давай будем, как мы старые знакомые, но ты, Виктор, Игорь, скажи, пожалуйста, вот что ты имел в виду, когда в этом выражении, что the time is money, время там, мол, деньги, а ты видишь какую-то другую, более глубокую подоплеку, какую? Ну, деньги-то возвратный ресурс в жизни, в бизнесе, можно иметь больше денег, меньше денег, это как река Иордан, да, которая может быть полноводной, сносить там все на своем пути, вот, а может быть таким мутлым ручеечком, который еле-еле там течет, вот денег может быть больше или меньше, так или иначе, в бизнесе ты сталкиваешься с разными ситуациями, есть удачи, есть неудачи, попадаешь на порядочных людей, партнеров, попадаешь на непорядочных, вот, финансовые потоки увеличиваются, уменьшаются. Кстати, мне очень не повезло, мне очень не повезло, в 96-м году, вот, когда были в Израиле, там целая делегация была деятельной науки, культуры, бизнеса в Израиле, значит, вот я вместе с нашими, с попами, с митрополитом, значит, поплескался в Иордании, вот так, и я им говорю, ребята, как-то мы неудачное время родились, там воды в это время, ну, где-то было по пояс, это к иллюстра, может, мы на самом деле, мы говорим о времени, может, мы не в удачное время родились с тобой? Это время сейчас очень интересное, судьбоносное и удачное, вот, и время – это действительно единственный невозвратный ресурс жизни и бизнеса, все можно вернуть. То есть это больше, чем деньги? Это значительно больше, чем деньги, и в формуле time is money, время – это деньги, конечно, время является главенствующим, и деньги не могут исчерпать время, вот, а время отписать деньгами тоже можно, конечно, но это будет очень большое упрощение. Другие ресурсы в жизни, вот здоровье, например, да, все стремятся его сохранить, но даже его потеряв, частично можно восстановить. Трудно восполнимый ресурс жизни и бизнеса, но частично восполнимый ресурс, а время восполнить нельзя, это самый главный ресурс жизни и бизнеса. То есть ты имеешь в виду, как я понял, Игорь, ты входишь в такую тему, что о потерянном времени, о времени, когда можно было что-то сделать, и этого нельзя упускать. Абсолютно точно угадали, к чему я дальше хотел повернуть, даже сняли с языка. Вот обидно до слез то, что мы столько времени потеряли, как страна, приобретшая независимость, уже почти 30 лет назад, значит, и мы можем сказать, что это 30-летие потеряно в значительной степени. Мы возвращаемся к каким-то вещам периодически правильным, которые нужно было сделать первый год, два, три года независимости. И это совершенно не вопрос, к какому блоку мы прибьемся, хотя это важный вопрос. Это вопрос нашего внутреннего обустройства. Как мы понимаем себя, кто мы такие, да? А вот, как мы себя идентифицируем с кем, с чем. И почему мы так живем? Да. Как мы управляем собой, страной, экономикой. И теми, кто нами управляет. Как мы выстраиваем экономику, за счет чего мы хотим, как страна, зарабатывать деньги или добавленную стоимость, да, которую потом справедливо, или более или менее справедливо, будем говорить, реалистично распределяем среди своих граждан. Вот эти коренные вопросы нужно было задать себе тогда. Не орать чемодан в вокзал России. И это оказался слоган, потому что все туда, кто орал, и поехали. Понимаете? Не только в Россию. И поехали... И время оказалось очень жестоким судьей. Поехали не премьер-министрами, да? А вот, а поехали разнорабочими и убирать чьи-то, так сказать, там, нечистоты. Вот. Потому что люди очень легковерно и легковесно относятся к серьезным субъеносным вопросам. Нам все равно, хотим мы того или нет, на них надо дать очень четкие, ясные ответы. И вовремя. Да, и очень важно вовремя это сделать. Уже, к сожалению, время утеряно, если мы будем дальше тянуть, оно будет утеряно навсегда. То есть надежды никогда нельзя терять. Никогда. Однозначно. Наоборот, вот жесткие вещи, о которых я стараюсь в мягкой форме так или иначе сказать, их надо говорить для чего? Потому что это правда. Без которой невозможно принять никаких правильных решений. Пусть даже уже не своевременных, но и сейчас еще не окончательно поздно. А вот. И очень важно это еще сделать, кроме того, как вовремя в системе. Потому что можно хвататься за налоговую реформу и амнистию, да что угодно другое. Но если мы коренные вопросы не поставили в базис, в фундамент, то бесполезно строить стены, им не на чем стоять. И тем более возводить крышу. То есть получается так, что у нас система крышевания и так далее. То есть мы начали нашу экономику не с того, что надо, не с фундамента, а с крыши. С крыши, да. И у нас сплошные куда ни глянь крыши. Крыша едет, потому что нет фундамента. Вот оно так. То есть получается, что мы сейчас в этой передаче попробуем, не очень, я говорю, симпатична твоя точка зрения, слушал на различных выступлениях, да и так на всяких там кулуарах, раутах. Сформулируй, пожалуйста, вот исходя из твоего, именно опыта жизни, прежде всего, реалий всех этих, ни афиш, ни лозунгов, а то, как жизнь у нас устроена. Какие пути существуют, чтобы все-таки в этой борьбе, все страны за что борются? За рабочие места, рынки сбыта. И ресурсы. Да, и собственно раз, два, три и обчелся. И ресурсы. Но главное борются за своих граждан, за людей, это самое большое богатство. И капитал это человек, а мы вот так как-то его растрачивали. Мы растрачивали и растрачиваем. К сожалению, пока конца и края этого не видно. Кстати, это и есть основная наша проблема. Посмотрите, сколько людей умных, толковых, не самых неумелых, а наоборот довольно умелых уезжали и уезжают из Молдовы. Вообще, на данный момент, это уже ни для кого не секрет, я вынужден это тоже повторить. У нас просто исход из страны. Разве это правильно? Разве это нас достойно? Надо те, кто здесь остались в хорошем, не в квасном смысле патриоты, а в настоящие патриоты, реальные. Не которые на Маре, Дунаре, Национале орут, а еще и орут совершенно не патриотичные вещи. А потом, чем на данный вокзал. А те, которые тихо и по-настоящему любят свою родину. Вот эти люди должны тоже объединяться. Не только всякая мразь и сволочь. А правильные люди должны уметь объединяться. А правильные, они все очень умные. Они все любят каждый выживать и, дай бог, развиваться, но в наших слоях больше выживать. В одиночку. Надо уметь объединять свои усилия. Этого нам не хватает. Мы тотально и фатально не кооперабельны. К сожалению. Посмотрите на японцев, когда у них случилось это с Фукусимой. Да, вся страна. Мы бы вообще расплылись бы тогда, понимаете, под такой катастрофой. Вся страна собралась. А они наоборот. Они преодолели 20-летнюю, даже больше 20 лет, рецессию, которая у них была в экономике, которую они не знали, как преодолеть. И тут, на тебе, катастрофа. И они ее преодолели. Понимаете? Что в нас такое, что в нашем менталитете? Почему люди, которые знают и умеют, не объединяются, уступают своими местами, которые только алчут и чего-то хотят? Знаете, очень сложно давать простые ответы на тяжелые простые вопросы. Простой вопрос это не значит, что он неглубокий или так далее. Простой вопрос, ну прям как правда. От этого я говорю простой. Вот вы задали простой и ясный вопрос. Я постараюсь дать простой ответ, а потом сложный. Значит, простой ответ, одним словом, история. Согласен. Не буду раскрывать рамки. Но согласен. Он и тогда будет уже ответ. Да, но согласен. Да. А второй сложный ответ, это, чуть наберитесь терпения, надо две-три минуты времени на сложный ответ. Да хоть сколько. Значит, это тоже история, но уже закрепленная, начиная от архетипов и заканчивая нашим сегодняшним менталитетом и психологией. Понимаете, мы для тех людей, которые на самом деле не с целью борьбы за политическую власть и накачивание потом своих капиталов и набивания карманов, а на самом деле, которые хотят добра Молдове и видят в ней будущее, то, которые видели наши великие предки в прошлом, тот же Штефан Великий и Святой. Для таких людей, для того, чтобы на самом деле поменять Молдову, нужно прежде всего исследовать эти сферы нашего жизнебытия. Это менталитет и это социальная психология нашего народа, какие феномены там присутствуют. Они, кстати, многие известны и даже сформулированы. Некоторые даже целые книги написали об этих феноменах. Значит, и психология, индивидуальная, кроме социальная. Что мотивирует человека, что демотивирует. Это тоже важно, потому что если мы этого не поймем, мы не сможем управлять по-настоящему. Потому что у нас, что раньше, к сожалению, на сегодняшний день, у нас все управление сводится к тому, что декорируют определенный, так сказать, фасад управленческий. Да, делают вид, что управляют власти, а народ делает вид, что он подчиняется и исполняет. Вот поэтому результат. Одни делают вид, что управляют, другие делают вид, что подчиняются. А результат, мы имеем ту экономику и такую страну, которая вот сегодня у нас есть. А реальность, она никогда вида не делает. Она такая, какова она есть. И это зеркало для нас всех, чтобы мы поняли, кто мы такие. Однозначно. Потому что пока мы не поймем и сами себе не сформулируем, мы кто? Мы молдаване. Не в этническом смысле, а в гражданском. Да, мы же гражданское общество. Мы граждане Молдовы. Конечно. Кто бы ни был. Или мы все-таки румыны. Какой у нас язык? Молдавский или румынский? А то мы стыдливо называем государственным, чтобы никого не обидеть. В Конституции написано молдавский язык. Детей учат в школе, в высшей школе, в средней школе, учат, что это румынский язык. Во всех программах школьных он румынский язык, Конституции молдавский. А наших молдаван, я имею в виду этнических молдаван, обижать можно, можно заявлять. Так нет такого народа вообще, ни языка такого. Так что получается, 7 веков нашей государственности, которая потом и кровью наших всех общих предков, всех национальностей полита. И кончая вот последняя на фронтах Второй мировой войны, которую, кстати, всю Европу освободили. Я не думаю, чтобы мы в наше время видели Брюссель и видели всех этих ребят, процветающих. Если бы наши предки всех национальностей не поспособствовали тому, чтобы коричневую чему стереть с лица земли. И об этом тоже забывают. Я думаю, что вот это, я согласен, вот это, как только мы пытаемся жить по канонам чужой навязанной нам истории, и как эта пуповина, которая нас связывает с линией предков, всех национальностей, всех, кто тут положил, значит, и головы, и потом, и кровью, все это тяжело давалось. Вот с этого момента мы теряем корни и становимся перекатить поле. Вот так и было в истории Молдовы. Когда Молдова занимала свою позицию, свою, ею сформулированную позицию, геополитическую, экономическую позицию, она становилась сильной и мощной. Она торговала выгодно и с Востоком, и с Западом, и с Севером, и Югом. Она накапливала ресурсы для роста, для благосостояния своих граждан. Как только Молдова начинала флюгерить, то одним, то с одним, то с вторыми, ее переставали уважать, и, соответственно, теряла и независимость, и территорию, и доход, и экономические возможности, возможности роста. И граждан теряла вот то, что и сейчас происходит. Нам нужно выпрямить спину, и нам нужно сформулировать свою повестку дня. И вспомнить о своих корнях. И свою позицию. И вспомнить о своих корнях, когда мы были великими. Нам, может быть, сейчас уже не предстоит стать великими, и не нужно в этом плане никаких иллюзий. Но мы давайте станем хотя бы достойными. Достойными. Мы с вами хором. А вот если так хорошо подумать, какова роль элит вообще? Я имею в виду и политические элиты, и культурные элиты, и многое другое. Потому что обычно вот у элит есть, их иногда заносит это, и мы им позволяем, чтобы их заносило. Вот такое ощущение, что вот они учителя нашей многонациональной, так сказать, страны. Нет, они не учителя. Они плохие ученики. Они, мало того, они еще и себя, я говорю, как они себя воспринимают. Вот они, вот они, как бы, знают дорогу в будущее, они, как бы, видят дальше других. Они, как бы, вот я заметил, простой ум горожанина и крестьянина очень тонко начинает, и довольно быстро, и на своей, как бы, спине чувствовать, что здесь что-то не так. Что не так? Не так то, что элита тогда элита, а не аристократия, а помойки. Это, кстати, термия принадлежит одному очень серьезному человеку, который провел 8 лет в Молдове на очень серьезной позиции. Фамилию называть и статус не буду, не потому что интригую, а потому что, ну, не имею на это права. Вот тогда будет элита, когда она не будет изображать из себя учителя нации, а когда будет учиться у народа своего. Ну, чем великие люди в прошлом, в том числе и наши великие в Молдове, они всегда прислушивались своему народу. Это не значит, что потакать или делать все, что он хочет. Это уже другое. А именно прислушиваться к народу. Народ знает, что делать. Он мудр по своему определению. И сегодня ничего сильно умного не надо делать в Молдове. Как выйти из ситуации, это элементарно и понятно. Понимаете? Нужно вернуть... Сфабулируй, пожалуйста, все-таки вот этот тезис. Что нужно сделать? Нужно вернуть людям возможность мотивации, быть мотивированными. Потому что, если, начнем сначала, не уважается право собственности, священное право собственности, на чем стоит любая цивилизованная система. От самой древности до сегодняшних дней. То, если это не уважается право собственности, и везде попирается, где только возможно, никогда ничего в такой стране путного быть не может. И можно делать что угодно. Да какие правильные вещи, как сейчас пытаются, хоть и надергали из цитатника, как Примау, или общее собрание сочинения Владимировича Ленина, надергают цитаты, уже считают, что поняли, что написано. Так и сейчас надергали... А системного мышления нет. Да, надергали из того, что мы предлагали, сформулировали налоговую реформу, налоговую амнистию и амнистию капитала. А системы в этом, что они делали, нет. Но даже если бы это сделали в системе, не решив базисных вопросов, охрана права собственности, оно должно быть нерушимо и священно. И никто, никакая судебная система, никакой-то отдельный судья или судейский корпус, не может нарушить это право. Ни под каким предлогом. А если кто-то это делает, то кара общественная, даже не государственная, общественная кара должна быть неотвратимой и немедленной. Вот когда мы к этому придем, и с этого это и есть фундамент экономический, да и общественный. Вот с этого начнем сначала, а потом можно дальше выстраивать все остальное после фундамента. И налоговую амнистию, и амнистию капитала, и налоговую реформу. Тоже, конечно, нужно будет делать и вовремя, а не через 25 лет после того, как это предлагалось и предлагается. И, конечно, надо делать в системе. Нужно послушать тех, кто эту систему выработал. Это не значит, что мы истинны в последней инстанции. Но хотя бы выслушать нас надо. Понять, что мы предлагаем. Мы же 25 лет, четверть века, и не зря этим занимались. Есть опыт и радостный, и печальный, и всякий. А человек-то учится, обобщает то, что он знает. Чтобы меня не подозревали какой-то политической ангажированности, да, я скажу, что и при предыдущих властях, был 111 закон 2007 года, тоже надергали системы что-то не совсем системное, понимаете? И тогда мы это говорили, что, ребята, не будет работать. Потому что если выдернуть перец слона и присоединить заду носорога, то этот животное жить не будет. Это химера, она не жизнеспособна. Понимаете, конечно. Так и здесь. Можно, конечно, рассуждать по-другому. Лучше хотя бы так, чем никак. Ну, вот, если так рассуждать, то, конечно, можно сказать, да, лучше, окей, конечно. Чем-никак, лучше уж так. Но, с другой стороны, давайте... Это не решение вопроса. Конечно, давайте посмотрим, вообще это, еще раз слово, достойно ли это нас, это, во-первых. Во-вторых, вот этот, в итоге, гибрид-уродец, он что родит? Он родит, если даже и будет жить, да, он родит что-то вообразимое или невообразимое. У осла и лошади потом слабывает, но внуков не бывает никогда. Да, мы с чем столкнемся потом, с какими феноменами? Мы столкнемся с легализацией капитала, к которому мы стремимся? Или мы столкнемся еще в более махровом уходе капитала? В тень. И бегство из страны, и, соответственно, бегство людей, соответственно, потому что нет капитала своего или привлеченного прямых иностранных инвестиций, институционального капитала, который нам тоже все больше и больше отказывает в инвестировании в Молдову. Потому что доверие нет. Все виды. Частный внутренний капитал, прямые иностранные инвестиции, инвестиции институциональных партнеров. Сегодня все под большим вопросом. Это еще мягко говорю. Если нет привлечения капитала, а капитал наоборот уходит из страны, то нет и рабочих мест. Достойных рабочих мест. А это значит вымывание людского капитала человеческого. Соответственно, вслед за финансовым капиталом убегает и человеческий капитал уходит из страны. Вот чтобы этого не происходило, и переломить эту тенденцию, не надо быть семя-пядя во лбу или заканчивать тот же Оксфорд или Гарвард. Да. Вот, о котором ушла речь. Чтобы узнать, что дело это есть дело, а не только делание денег. Конечно. Для того, чтобы понять, что надо делать, не нужно семь-пяди во лбу, нужно понять пазисные вещи. Первое. Это защитить максимально и законодательно, в правовом смысле, и операционно право собственности, которое никто не может нарушить. Таких прецедентов даже быть не должно. Но если возникают такие прецеденты, общественная реакция, государственная реакция должна быть на них немедленной, жесткой и неотвратимой. То есть мы опять приходим, ну скажем так, базовой такой вещи, которая на все времена. У нас как бы времени, время в разных аспектах. Что значит на все времена? Вот когда читаешь различные исторические трактаты, исторические фильмы, и когда начинаешь на это все смотреть с точки зрения, а как люди производили что-то, как они дела делали. Ведь слово древнегреческое, это о экономии, это что такое? Это домашнее хозяйство, только тут взято в масштабах страны или там региона. Так вот, что интересно, какое впечатление создается, что в тех странах, где даже была тирания, даже жесточайшая тирания, но никто не посмел забрать собственность или отобрать бизнес, отобрать дело или так далее, даже в основе самой жесточайшей тирании экономика развивалась. И наоборот, там где оказалось, ну, свобода, ну, демократия, ну, там где три копейки не стоило, вот, право человеческое на собственность, на свой бизнес, забрать могут в любой момент чего, то там, в этих странах, экономика разваливалась на глазах, и так далее, нищета, смута, бегство и весь набор вот этих вот прелестей. То есть, оказывается, дело не в том, либералы мы, демократы или авторитарные, или... Вот Китай, я там проработал четыре года, как говорится, от звонка до звонка, и что меня там поражало? Вот коммуняки авторитарные такие-сякие, мы им кредитом не дадим. Никто Китаю в то время, кто же коммунистом, какие кредиты... И вот эта голодная, полуголодная страна, оперевшись на свою духовную, культурную традицию, стала сейчас фактически первой производящей экономикой мира. Если по большому счету посмотреть, вот эта сейчас война, так сказать, санкций между США и Китаем, она смотрится нелепой. Ребята, вы печатаете бумажки, эти ребята печатают, творят, производят товары и услуги, обеспечивающие этим бумажкам какой-то... Равновесие. Да, что же вы делаете? Зачем вы наезжаете на них? Что у них режим не тот. Да, в Китае жестко, да, строго, да, там более это... Но у них там экономика свободна. Я говорил с китайскими, с самым высшим руководством, там, и начиная с президентом, это считайте императором. Я везде задавал один-единственный вопрос. Как вам это удалось? Нищая, голодная, мы помним, страна, беда, после войны, там, все эти хунвайбины, дзаофани, все это жути. Что случилось? Ответ был один. Мы открыли форточки и дали душам наших предков вылететь на свободу. При всей жесткости, при всей попробуй, там, в Китае, там, по политическим особо, чего там. А вот экономическая свобода, вот жесткая такая система. И потекли капиталы из-за рубежа. Трамп сейчас чем озабочен? Что капиталы из США питают китайскую, там, филиппинскую, индийскую, бразильскую, европейскую, другие экономики. Что ты можешь сказать на этот счет? Правы китайцы? Ну, видите, вопрос правоты победителя, это вопрос некорректный, понимаете? Победитель всегда прав. Нет, победитель всегда прав. Это уроки истории, которые вы знаете лучше меня даже. Победитель всегда прав. То есть, будем считать, что реальность доказала правоту китайского подхода. Победители не судят или победитель всегда прав. Мы это знаем, эти идиомы, так сказать, те, кто уважает историю, любит историю, учит историю, мы это знаем. Сегодня, да, Китай доказал фактическим образом, своими результатами, не только экономического развития. Ну, возьмите многие вещи в общественном устройстве, которые они делают. Я не говорю политический строй, да, я не хочу сейчас об этом долго рассуждать. И вот, посмотрите, какие они вещи делают в плане, например, урбанистики. Очень передовые, да. В плане, мы только говорим там об умных городах, да, они их строят. И строят очень активно. Очень многие вещи, например, транспортные вопросы, как они к нему подходят. Изумительно. Да, как они решают их на самом передовом уровне, которые они уже могут в этом плане давать фору и Европе, и Штатам. Но все-таки Китай – это большая страна, да. Хотя формула выхода из ситуации абсолютно та же, о чем мы и говорили сегодня с самого начала. Это, как выразились, открыть форточки в прошлое. Я бы даже сказал, для Молдовы это должны быть не форточки уже. С форточками нужно было 30 лет назад оперировать. А сегодня это уже огромные ворота. Двери и ставни. Ворота, да, надо открывать в прошлое и вспомнить, кто мы. И еще раз говорю, вопрос гордости – это не вопрос теории, это вопрос практики. Человек, когда теряет стержень… Он теряет самоутверждение, он перестает быть личностью. Да, он может быть богаче, он может быть беднее, он может быть успешнее сегодня. А чувствует себя. Или наоборот, менее успешным сегодня, чем вчера. Но если он теряет этот стержень внутренний, да, гордость, не гордыню, а гордость. Самоуважение к себе, достоинство. Вот так и народ. Если он это теряет, он теряет все. И нужно об этом вспомнить, кто мы, что мы и зачем мы. Ответить на эти три простых вопроса, но ответить твердо и ясно. И честно. И честно, и четко это сформулировать на общественном уровне. И вот тогда, поверьте мне, если мы ответим на это, эти три вопроса на общественном уровне, и создадим консенсус общественный вокруг этих трех… Общенациональных всех народов, которые тут проживают. Населяет Молдову, да. Значит, то мы тогда от этой отправной точки начнем двигаться вперед. Да, нам понадобится 20-30 лет, но это будет не потерянные 20-30 лет, а это будет созидательные 20-30 лет. Первый положительный успех и улучшение ситуации мы сможем почувствовать даже через 5 лет при правильном движении вперед. Но ответ на эти три вопроса и общественный консенсус вокруг этих трех вопросов… И движение в соответствии с этим ответом… Он создаст базис для хорошей жизни, говорю по-простому. Для хорошей жизни, для того, чтобы наши граждане, наши люди стали жить хорошо. То есть, во главу угла ни там разговоры о кредитах, еще чем-то, это центральный вопрос всего нашего гражданского сообщества. Нам тогда будут доверять, когда мы научимся доверять сами себе. И уважать сами себя. Вопрос получения прямых иностранных инвестиций, что лучше в миллиард раз, чем кредиты, это вопрос доверия других к нам и уважения других к нам. И он формулируется на нашем уровне, когда мы сами будем себя уважать и доверять себе. И если еще чуть-чуть вернуться к Китаю, то хочу сказать, что Китай – большая страна. Некорректно Молдову сравнивать с Китаем. Можно бывший Советский Союз, откуда мы вышли в нашу независимость, сравнивать с Китаем. Но Молдову сложнее. Хотя формула оттуда правильно вами сформулирована, я ее разделяю полностью. Что открыть двери в прошлое, или в ворота даже в прошлое, и понять, кто мы, зачем мы. И понять, почему это важно. Да, и почему мы. Но я бы другое, мне симпатично другое сравнение с другой страной, с Индокитая – это Сингапура. Которая чуть меньше по размеру, но по количеству населения сопоставима. И похищением, и по коррупции в свое время, куда впереди нас было. Они по многим параметрам очень похожи на нас. Ну, разве что только по одному, что они все-таки китайцы в основной своей массе там населяли. И как бы они себя отождествляли, да, идентифицировали с культурой древней, большого, огромного народа. Тем не менее, это маленькая. Как бы средневековая Молдова не была большим государством. А у них как у нас, гагаузы, болгары, у них тоже так, индусы, малайцы, там же смешанное население. Все равно с Китаем средневековую Молдову все равно не сравнить. Но если… Но с Сингапуром можно. Да. Вот если, да, все-таки сравнивать нынешнюю Молдову с тем Сингапуром, который к середине 60-х годов пришел к ситуации, когда у него не было никаких ресурсов. И коррупция была. Разве что может быть в положительную сторону, который может как критик того, что послушает сегодня от меня там за телевизионным экраном сказать, не в мою пользу, что ну все-таки у них вот морское побережье. Но это единственное может быть, что отличало их вот наряду с тем, что вот и древняя китайская или общая китайская культура, вот с чем они себя отождествовали. Вот эти два фактора, которые их отличали. А остальное по уровню коррупции еще хуже. Жуть там была. По уровню межнационального противостояния намного хуже, там просто конкретная резня была. И даже наш преднестровский конфликт даже не стоял, что там творилось. Если почитать вот сингапурскую историю или конью, вот он очень четко все это описывает. И то, что они сделали там, чтобы достичь общенационального мира, чтобы создать общенациональный консенсус, чтобы вспомнить, кто они такие, кто они, зачем они и почему, вот эти три упрямых вопроса, которые отвертеться от них невозможно. Никому, не только нам. В мире, в мире это нет других прецедентов. Пока народ не отвечал на эти три вопроса, он не двигался никуда, кроме как куда-то вниз. Ну, хотя бы так, а не по наклонной, и уж тем более так, вверх, он никогда не двигался. Если не отвечал себе на эти три вопроса и не отвечал вовремя и правильно, и честно. Так вот, во всем остальном, они даже еще в худшем смысле нас тогда в середине 60-х превосходили. И они тоже оторвались от Британской империи, как мы от Советского Союза, и тоже оказались отрезаны ломтем. Что же позволило им подняться? Это общенациональный консенсус. Причем, еще раз, у них даже расовые различия, потому что индусы, не только национальные, еще и расовые. Это еще во много раз сложнее. Плюс религиозные жути. Да, мы все-таки тут в основном, в марте 99 православные, нам легче. Вот. Вот первое, это общенациональный консенсус. Да, у них тоже монопартийные системы, партия демократических сил, кажется, там и завался. Вот. Значит, совершенно никакой демократии в западном представлении этого вопроса. И понимая, что все-таки там Азия... И как у нас очень сильная клановая структура общества. Очень клановая. Однозначно. И как бы там азиатский способ производства, как в свое время классики сформулировали, азиатский образ мышления. Мы все-таки хоть, может быть, не вразе, а азиопа, по своему менталитету здесь. В общем, да. Да, но все-таки мы как-то чуть-чуть все-таки ближе к Европе и хотим быть такими цивилизованными европейцами. А там и в этом плане была позиция сложнее. Второе, что после общенационального консенсуса сделали, они правильно позиционировали от себя элита. Что она не должна никого учить. Вот мы говорили об элитах. Сейчас можно я закончу мысль? Она должна учиться. Во-первых, она должна учиться у своего народа. При этом не возводя его на пьедестал. А второе, она должна учиться у других народов. И поэтому второе, что сделали после общенационального консенсуса, начали эту элиту, которой не было в Сингапуре, фармировать. Для этого те малые финансы, в которых они были у них, они не стали сразу их разворовывать, распихивать по карманам. Или тратить на какие-то бессмысленные вещи. Маленькая страна сразу же создавать огромные вооруженные силы. Что-то, чтобы безопасить себя. Они стремились сделать, чтобы в том мире, а там рядом был коммунистический Китай, который полностью хотел их поглотить. Значит, они сделали какие-то элементарные вещи в плане национальной безопасности и обороны. Но основные деньги они направили на образование. О, второй фактор. Да. И для чего? Прежде всего, не всем сестрам по серьгам, а сконцентрировали свои малые ресурсы на то, чтобы дать образование будущей элите. И учить ее в лучших школах и традициях мировой педагогики. Да. И лучшие знания, самые современные дать и приобщить к современнейшим технологиям. И управленческим в том числе, а не только промышленным или финансовым. И третье, что они важное сделали. Они занялись очень серьезно здравоохранением и жильем. То, что создает качество жизни. Скажем так, как говорят, человеческий капитал. Оно звучит, может, не очень красиво, как бы, человеческий капитал. А на самом деле, это души людей и тела людей. Это то, что богатство. Люди живут не только хлебом и колбасой. Конечно. Это духовно. Им нужно качество жизни определенное. Для этого нужно вкладывать деньги в здравоохранение. Серьезно. Я сегодня прочитал материал один по отчету счетной палаты по Министерству здравоохранения и социальной защиты семьи. Это просто тихий ужас. Это вот эти триллеры, да, просто отдыхают по сравнению с тем, что там происходит. Просто форменное разворование. Огромная черная дыра государственных средств. То есть, публичных средств, не только государственных, общественных, публичных средств. То есть, расхищение всех ресурсов. Зато мы забираем у экономических агентов из публичного бюджета на вот такое здравоохранение, с позволения сказать, просто сумасшедшие деньги. Которые идут не на пользу, а во время... Конечно. Эти деньги можно было дать работникам, мотивировать их трудиться. Этих деньги можно было дать на новые средства производства, новые технологии, чтобы поднять производительность. Окей, мы так, там не сильно нас спрашивали. Наоборот, всегда вот Клуб Тимпо выступал против такой типа медицинского страхования. Типа медицинского страхования. Мы выступали против. И я остался, лично я остался до сих пор против такого медицинского страхования, которое никакое не страхование. Это еще тянет на медицинский налог, но никак не страхование. И мы забрали у общества, в том числе у экономики, забрали этот кусок добавленной стоимости, и как мы его потратили? Расхитили. Бездумно. И расхитили. Да, бездумно. И это не единственный случай. Я не хочу здесь показывать, что это единственное плохое, что у нас есть или неправильное. Это просто один из выпуклых примеров, на которых понятна вся остальная механика негативного процесса, идущего в Молдове во всех сферах нашей жизнедеятельности. Так вот, вернемся к Сингапуру. Что они четвертое сделали правильно? Я не буду утомлять всеми 20 пунктами, но я вам скажу, что первые пять, я на четвертом сейчас, они изолировали деструктивные элементы в обществе, которые стремились натравить одних на других, лишить государственности. Хотя, хочу сказать, что Сингапур особенно-то и не стремился к государственности. Их скорее отрезали, как и нас от Советского Союза. Вот чем они так сильно добивали своей самостоятельности. Но когда уже это благо, независимость досталась им в руки, они этим благом распорядились и воспользовались. Какие были деструктивные элементы? Это те же коммунисты. Опять же, не говорю политически, не сравниваю с нашими коммунистами. Наши коммунисты, это не те, которые были там. Значит, там просто те деструктивные элементы, которые пытались по национальному, по какому угодному, классовому признаку, политическому признаку, какому угодно растащить этот маленький Сингапур в разные стороны. То есть они заблокировали корни зла? Да, они заблокировали прессу таких деструктивных элементов и другие масс-медиа. Они заблокировали их самих. Да, они безжалостно сожжали их в тюрьмы. За что всегда тот же Сингапур везде критиковали. Приезжали умные дяди с Запада и говорили, вот какие вы недемократичные. Авторитарные. А всегда им Ликонью доказывал. Вы знаете, мы не будем вами никогда. Мы – это мы. У нас, чтобы выстроить экономику, нам нужно четкий вертикаль власти нужна. И нам нужно эти деструктивные элементы изолировать. И пятый вопрос, учитывая, что у нас неумолимо то же время, о котором мы говорим. И пятый, заметьте, он не на двадцатом месте, не на пятнадцатом, а на пятом. Первую пятерку. Это уважание права собственности и судебной системы. Причем они решали эти вопросы одновременно. Одновременно. Защита на законодательном и инструментальном операционном уровне права собственности. Что они сделали с судебной системой, чтобы оборвать коррупцию? Все гениальное просто. Все гениальное просто. Они последний этажик судебной системы, высшую судебную палату, вынесли на национальный уровень. Отдали в свою бывшую митрополию, в Лондон. Все. И это лишило всех смыслах давать взятки на первом-втором уровне. Последним уровнем в Лондоне надо или столько было давать, что там по мелким и средним и даже крупным делам просто не имело смысла. А потом обвиняйте их, что они авторитарные и прочее. У вас в Лондоне вот ребята там и трудились. Я не предлагаю в Москву или в Бухарест. Но давайте отдадим... Мы поняли. Да. Давайте отдадим опять же какой-то признанной в правом смысле нейтральной стране. Хотя бы на время. На национальный уровень. И все. На время. И это будет более... Да. На 20 лет. Чтобы искоренить это явление. Чтобы отбить память. Да. Спасибо огромное. Взаимно. Как-то вот 45 минут пролетело и это самое. Но я знаю одно, что когда передача пролетает так, что не замечаешь времени, значит время не было потрачено впустую. Ну спина у меня мокрая, поверьте. Спасибо. Дорогие соотечественники, вот вы и послушали. Видите, я вас вроде как не обманул. Мы послушали на самом деле человека, который тот, как говорят, self-made building. То есть тот, который сам себя сделал, сотворил себя, учащий у других, уча других и работая вместе с другими. И уча работать других. Которые имеют колоссальный опыт общения со всеми стратами нашего общества. От самого верха до самого низа и боковин из разных стран. И мне кажется, что Игорь Крапивко, наверное, еще не раз посетит нашу передачу. И многие из тех вопросов, которые я пособираю к человеку, который пришел не из там гарвардовских теоретиков, а человек, кстати, он читал и гарвардовских теоретиков. Но он это все пропустил через свой опыт, через свою душу, через общение с нашими людьми. И те люди, которые в каждой области знают, как поднять бизнес, как поднять здравоохранение, которые знают, как поднять наше фермерство, о котором вот столько мы говорим и ничего не делается. И многое еще другое, как поднять нашу духовность, образованность, культуру, патриотизм в самом хорошем смысле. Мы будем приглашать таких людей, как Игорь Крапивко. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич.